Всем привет дорогие друзья! Сегодняшнее видео посвящено рейтингу самых возрастных гимнастов современности. Я приветствую вас на своем канале. Приятного просмотра! Юрий Ван Гельда, Нидерланды Юрий Ван Гельдер, голландский гимнаст. Лучший гимнастический вид, кольца. Родился 20 апреля 1983 года в городе Валвейк, Нидерланды. Голландский гимнаст является чемпионом мира и чемпионом Европы. Упражнение на кольцах. За многие годы на спортивной арене у Ван Гельдера возникло множество различных препятствий и проблем. От увольнения из голландских вооруженных сил, до отстранения от олимпийского финала на кольцах и исключения из национальной сборной. В свои 37 Ван Гельдер продолжает тренироваться и готовится к предстоящим стартам. Юрдан Йовчев, Болгария Родился 24 февраля 1973 года в Плавдиве. Гимнастикой Юрдан занимался с первого класса школы, когда встретился с тренерами, искавшими талантливых детей. Является воспитанником Плавицкого олимпийского училища. По словам Йовчева, и государство, и вся сборная Болгарии создали оптимальные условия для тренировок и подготовок к выступлениям. Первый успех к нему пришел в 1991 году, когда в Афинах на юношеском чемпионате Европы до 18 лет он стал серебряным призером в многоборье. И спустя аж 20 лет Юрдан становился 4 раза обладателем звания чемпион мира. В 2012 году 39-летний Юрдан Йовчев, несмотря на свой преклонный по меркам спортивной гимнастики возраст, принял участие в 6-й своей олимпиаде, став знаменосцем сборной Болгарии на церемонии открытия. Йовчев, выйдя в финал, стал самым возрастным участником финалов гимнастических соревнований Олимпийских игр. Закончил свою спортивную карьеру в возрасте 39 лет. Мариан Драгулеску, Румыния Мариан Драгулеску родился 18 декабря 1980 года в Бухаресте. Румынский гимнаст, 8-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы. Основная специализация – опорный прыжок и вольные упражнения. Дебют Драгулеску за взрослую сборную состоялся на чемпионате мира 1999 года, где он занял 4-е место на опорном прыжке, 8-е на перекладине. На своем первом чемпионате Европы в 2000 году Мариан собрал полный комплект медалей, завоевав бронзу в многоборе, золото на вольных упражнениях и серебро на опорном прыжке. После чемпионата Европы 2005 года, где Драгулеску выиграл вольные упражнения, заявил о завершении спортивной карьеры. Но потом вернулся и выиграл золото в опорном прыжке на чемпионате мира в Мельбурне 2005 года и позже в Орхусе 2006 году. Еще в 2006 на чемпионате Европы завоевал 2 серебра, командное первенство и вольные упражнения и золото на прыжке. Он больше не выступал в многоборе, а сосредоточился на двух снарядах – вольные упражнения и опорный прыжок. Мариан внес огромнейший вклад в историю спортивной гимнастики, ведь его имя носит один из самых популярных прыжков – прыжок Драгулеску. Мариан продолжает готовиться к будущим стартам. Эмит Шамилогу, Турция Турецкий гимнаст родился 29 сентября 1980 года в Турции. Этот ветеран спортивной гимнастики уже более 20 лет выступает на международной арене. Эмит обладает сложной программой в упражнениях на перекладине. Еще в 40 лет никому не удавалось исполнять такие перелеты. На данный момент гимнаст готовится к предстоящим стартам. Субтитры создавал DimaTorzok Оксана Чусовитина, Узбекистан Оксана Александровна Чусовитина родилась 19 июня 1975 года в городе Бухара. Гимнастка, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию. Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве. Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. В настоящее время выступает за Узбекистан. Спортивная карьера Чусовитиной на высшем уровне длится уже более 20 лет, что является невероятным показателем для спортивной гимнастики. Девятикратная призерка чемпионатов мира в опорном прыжке. Одно золото, четыре серебра и четыре бронзы. Рекордный показатель для одной дисциплины в истории спортивной гимнастики. Единственный человек в истории гимнастики, принявший участие в семи летних Олимпийских играх. Заслуженный мастер спорта СССР. 12 октября 2019 года на чемпионате мира заявил о том, что планирует выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые могли бы стать для нее восьмыми в карьере. Продолжение следует...